Есть определенная несправедливость. Это не полная несправедливость, но частичная несправедливость всегда присутствует. Она заключается в следующем. Когда несколько замечательных авторов выходит в финал этой замечательной премии, то кто-то становится лауреатом, первым лауреатом, кто-то вторым лауреатом. И, к сожалению, никакого выхода из этого тупика нет. Здесь всегда много определяет случайность, погода, настроение членов жюри и так далее. Но, тем не менее, в финал премии не выходят никогда плохие книжки и всегда представлены замечательные авторы. На этом я хочу еще раз перед вами извиниться. Спасибо большое. Это по-японски, да? Это да, по-японски. Каким жестом обычно в Японии встречают победителей номинации? Победитель номинации ползет на колени. Вы знаете, вам остается лишь назвать имя лауреата, который, видимо, выползет нам навстречу. Александр, может быть, вы нам поможете, принесете нам конверс? А, вот, спасибо большое. Итак, диплом для ряда премии просветили в номинации за лучшую биографию 2013 года. Максим Чертанов. Да, у меня длина. Это была сцена из японской мелодрамы сейчас. Спасибо. Совсем по-японски не получилось, но хоть немножко. Меня зовут Мария Кузнецова. Я, конечно же, не могла не выйти получить эту прекрасную всем уважаемую премию. Но у меня все равно просьба к присутствующим. Вы, пожалуйста, больше никому не говорите, кто такой Чертанов. Еще, если можно, два слова о книжке. Как она вообще получилась? Я гуманитарий и писала о писателях. И вызваться написать биографию Дарвина меня побудил страх. Я очень боялась, что захочет написать какой-нибудь другой гуманитарий, может быть, сто раз лучше меня, но который возьмет слишком политкорректную такую позицию, напишет, ну, вот была теория Дарвина, может, она правильная, может, она неправильная, может, нас инопланетяне сотворили. Я очень боялась появления такой книги. И поэтому я сама напросилась, пошла к генеральному директору издательства «Молодая гвардия». И поскольку он смелый человек и верит в своих авторов, он согласился. Но после этого я еще больше испугалась, потому что мои познания в биологии, они примерно были на уровне, что есть какие-то тычинки и к ним еще что-то. Тогда я написала биологу, знаменитому Александру Маркову, посмотрев несколько его интервью. Задала ему какой-то вопрос глупый про обезьян, насколько я помню. Я была уверена, что он мне не ответит, даже отвечать не станет. Но он ответил, он согласился стать моим научным консультантом, и целый год он отвечал на мои вопросы, за что ему безмерно благодарна. И тогда я поняла, что ученые — это очень добрые, отзывчивые люди. И, извините, еще полминуты я буквально займу. Дело в том, для чего я это рассказываю. После Дарвина я вернулась к своей нормальной жизни гуманитария, и написала биографию Тюма. Но потом, в приступе какого-то мазохизма или слабоумия, я взяла за Эйнштейна. И сейчас я нуждаюсь в помощи. В помощи, в помощи, в помощи, в помощи, в ученых. Семихатов, Семихатов! Поэтому у меня большая просьба, пользуясь своим, с тем, в том, заседавшейся ситуацией, я прошу, если в зале присутствуют какие-то физики. В частности, Александр Петров, автор гравитации. Помогите мне, пожалуйста. Браво! Спасибо вам большое! Я желаю вам дальнейших впечатлений успехов в поиске новых персонажей. Главное, чтобы наука их дарила нам. А в остальном, в биографии мы уже уверены. Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо!